У нас рассвет. Огонь вообще. Мы уже заходим на Хуахине. Мы стали на якорь. Здесь глубина 22 метра. Ветерочек дует так неприлично. Вон лодки стоят. Прямо даже радар не работает. Смотри, как рядом. Там он освободился буй. И сейчас мы на него будем переезжать. Так, встали на буй. Такой вот он плавает. У нас левая веревка идет на левую сторону, на портсайд и с правой стороны на старборд. Как лодочки стоящие, такой хороший здесь пирс. Тузики никто не закрывает. Хуахин Ягд Клаб. Что, Дина, здесь тоже с мусором затык? Здесь хотя бы есть тот, который ресайклится. Типа пластик и стекло и... Короче, Дина решила быть невнятной. И я вам скажу, что мусора здесь выбрасывается только стекло, банки и это все. Для этого есть контейнеры. А такой, который общий, типа General Waste, такого нету, к сожалению. И вот сейчас надо будет в Ягд Клаб зайдем, зададим вопрос, куда. Но есть подозрение, что хранить. А еще я вам немножечко расскажу сейчас про полинезийцев. У них здесь вот такой жест обозначает, что типа все клево. Типа, чувак, как у тебя дела? Они так пальцем показывают, как дела ты такой? И все понимают, что это все клево. А еще у них девушки носят, девушки, женщины, кто угодно, носят цветы. Если цветок за правым ухом, то означает, что девушка, как было в гугле написано, Romantically Available. То есть свободная. А если за левым ухом, то она занята. Очень удобная идентификация. А если и слева и справа, то вроде как бы занято, но и не против. Поэтому здесь все очень просто и очень удобно, для кого это актуально. Вот такая вот, видишь, первая машина моя была. Смотри, как тут мило огорожен. Ага. Ага. Ого, не слышно. Поехали. Ага. Короче, мы в ресторане купили. Мы в супермаркете купили еду, 27 баксов, это вот раз, и вот спринроллы. Просто прикол в том, что у меня с карточки облезла магнитная полоса, и я не могу снять денег в банкомате, а здесь в ресторанчиках, кафешках можно платить только кэшем, поэтому у нас такой как бы тупик небольшой. Много риса за 10 баксов. У тебя хоть вкусная? Ну, тоже такие посредственные. Ну, спринроллы. Не азиатские тебе, и не по-домашнему. Что у нас за свит красивый? Правда, немножко пасмурно, но ничего страшного. Заправочка. Это, наверное, рыбацкий пирс. Ну, вот я так понимаю, что весь этот город и подошел к концу. Сегодня в коем-то веке у нас нарядный вечер. Здесь есть ресторанчик Хуахин Яхт Клаб. И сегодня сюда мы на закате решили съездить, выпить по бокальчику чего-нибудь вкусненького. Что, ты готова к вечеринке? Да, Вол. А ты готов к вечеринке? Все, аска. Ну, тогда таки. И какая погода. Ну, зато солнышко, красиво. Ну что, а ну я. Наконец-то оказалось вечеринка. Ну да. Я еще первый раз тут прихожу, хотя вы еще не успели зайти ко мне, тетечка какая-то, которой я тут напомню вообще, кто это такая, о! Говорит, а я как раз мои картины помогаю другим из лица, лапшол, отетушек и дядюшек, у них там на экране мой инстаграм. Прикольно! Еще не сказали, что барабанщик сегодняшний, это хозяин Решова, тут Сейшел Мюзеемов, в котором мы обитаем. Давай сходим! Прикольно! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Музей Ракушечек... Музей Де Кокеляш... У него еще там какое-то название... Музей Де Кокеляш... Музей Де Кокеляш... Музей Де Кокеляш... Продолжение следует... Музей Де Кокеляш... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 эти есть конечно когда на пляже собираешь там уже самой самого слизняка нету там только пустая ракушка то есть это безопасно но мы иногда с серёжей плаваем я там ему чего-нибудь поднимаю показываю в камеру смотри смотри что я нашла потом отпускаю и вот когда были на раятея например там одна из ракушек мы вам найдем и вставим сейчас вот сюда какая конкретно но я ее кстати я знала что она может быть какая-то опасная и там двумя другими ракушками поднесла к камере чтобы снять потом отпустила конечно же сейчас мы находимся вместе мы прошли погулять и это рядом с аэропортом и здесь такой большой парк пляжная зона на удивить удивительно такой странный парк конечно спали ступеньки которые идут вниз красивенько тут где-то еще километр и аэропорт вот такой здесь великолепный пляжик красивая здесь все прямо как сатолов прямо как фокарава потому что отделено там сзади меня барьерный риф и вот это вот все тут тайт пул но это мы находимся сейчас рядом с аэропортом хуахин и выглядит как будто дикий знаешь вообще остров сюда это уже вот там наши лодки стоят я видел да у что шикарно тут прямо угол гедонистов отвечаю у всех вот этих домиков у всех обязательно есть беседка с выходом к морю и народ там реально тусуется то есть она не просто построена там серёжа увидел домик на дереве я смотрю не оттуда чувак выглядывает а еще здесь прикольно что люди все очень добрые очень приветливые все машут руками кричат и рано что-то еще рассказывают но мы не понимаем но просто улыбаемся и машем в ответ все довольны у них воскресенье и не вот реально собрались все семьями сидят малыши там рядом играют взрослые выпивают и что-то там ужинают вкусно в общем классно это смотрится люди вот тут прямо угол людей которые получают от жизни удовольствие причем тут не не богатое все достаточно простое и народ кто-то даже не владельцы а просто на машинах приехали тут столики обустроены классно мне очень нравится другого для идеальных газонов ага другого другого и ага мешочек радости насобирала не до особенно вот это вот это тут magic лишь какие цвета радостно прям вспомнила как она бывает плавали люди а у нас соседу он пришел катамаран ну что один тебе понравилось очень понравилось знали потому что здесь так прикольно я думаю мы больше времени тут провели она такая конкурент мурей да да тут прям уютно и тут люди кайфуют от жизни барчики прикольные полные в которых вчера были там их три все на пляже все смотрят закат вообще такого ну вот на том вот у на факарави в последний раз такой вот вайп был похожий когда люди реально наслаждаются жизнью и и и